Для привлечения туристов у Чебоксар должна появиться своя изюминка. Облик столицы республики меняется стремительно. Продолжается реализация приоритетных проектов. Глава Чувашии сегодня проинспектировал ход благоустройства этнокомплекса Амазония и Московской набережной. Подробности у Дмитрия Ковалева. Прогулочная зона, фонтаны, статуи амазонок. За последние годы здесь произошли глобальные перемены. Там, где раньше были заброшенные пустыри и овраги, продолжается благоустройство этнокомплекса. Но Михаил Игнатьев приехал сюда не для того, чтобы любоваться красотами. Необходимо понять, почему затягиваются работы. Из 114 миллионов рублей подрядчиками освоено всего 20%. Угроза есть, что при неосвоении денег, при незавершении просто могут приостановить финансирование и деньги останутся на следующий год на другие цели, на другие проекты. Ну как освоите при таком темпе? Электричества нет, трудоварщи нет. 20 дней осталось по контракту. Глава региона признается, что проживает неподалеку и часто прогуливается здесь пешком. Даже после беглого осмотра можно понять, темпы, да и качество работ оставляет желать лучшего. У нее песчано-цементную смесь, что ли, кидает? Это затирка идет. Это называется затирка тяп-ляп. Возведенный ко дню знаний кадетский корпус – пример того, что если очень захотеть, можно реализовать и амбициозные проекты. На строительство этнокомплекса необходимо привлекать больше рабочей силы, пока позволяет погода. Если начнутся обильные дожди, то сдача объекта может затянуться надолго. Для сопровождающих Михаила Игнатьева подрядчиков и чиновников все пошло не по плану. К набережной Волги глава региона решил спуститься лесной тропой. Впрочем, этот путь жителям города знаком хорошо. Отсюда сделали тропу, люди спускаются, люди поднимаются. Так ведь? Даже до лестницы они не доходят. Почему? Потому что им удобно где-то ходить. Это надо решать эти вопросы. Кто должен решать? Вы должны это решать. Без нас. Затягивается и благоустройство набережной. Глава региона приезжал сюда накануне дня города, но ВОЗ и ныне там. Задача подрядчиков – сдать работы до ноября. Это приоритетный проект. За 9 недель вы ничего не сделали. Тогда зачем влезаете в эти конкурсы? Зачем подписываете государственные контракты? Согласно контракту, обязательно все выполнят. 1 ноября срок. Да, 1 ноября. 8 миллионов еще неосвоенных денег на сегодняшний день. Так точно. Мы все это в курсе. Идет сейчас закупка подпорной стенки. Данный участок у нас задерживается. С подрядчиком и заказчиком Михаил Игнатьев устроил очную ставку. Будет выполнено. Прошу записать журналиста. Не боитесь этих слов? А почему боятся? Подрядчик взял обязательства, будет выполнять. Фронт работ немалый. За 2 месяца на набережной необходимо обустроить пешеходные дорожки и проезжую часть. Установить фонари. Это место должно притягивать туристов как магнит. Главное сейчас – не сбавлять темпов. Дмитрий Ковалев, Бахтияр Велиев, Республика.